Какую роль в развитии экономики играет культура и как влияет бизнес на ее развитие? Что такое маркетинг территорий? Какова миссия волонтеров в сфере культуры? И чем готов помочь бизнес? Где искать новые импульсы для диалога культур Японии и России? Ответы на эти и другие вопросы искали сегодня участники Чебоксарского культурного форума, который сегодня открыл деловую программу Дня Республики. Культурный фон – то, на что обращали внимание всегда, а сделали ставку лишь недавно. Причем с точки зрения развития экономики. Речь идет не только о культуре производства или о памятных местах, которые пригодны для развития туризма. Нельзя рассматривать культуру как отдельный обособленный фактор развития. Для гармоничного развития государства важна совокупность всех факторов. Это и качественная медицина, достойное образование, безопасность среды и доступность к социальной инфраструктуре и многое другое. Все эти факторы формируют качество жизни, население, инвестиционную привлекательность региона. Сегодня инвесторы выбирают регионы с точки зрения благоприятности делового климата и культурной привлекательности. Некоторые эксперты склонны считать, без культуры вообще нет смысла развивать экономику. В России тоже говорят, что один раз лучше видеть, чем сто раз слушать. У нас тоже есть такая пословица. Поэтому вот моя задача, например, многих приглашить, японцев, ну, конечно, бизнесмены, их семьи, тогда они могут чувствовать, что возможно здесь делать, как это возможно делать. Любое знакомство с потенциальными партнерами начинается с презентации, в которой не последнее место отводится национально-культурному колориту, особенностям той или иной территории. И наоборот, приезжая в новый регион, мы обращаем внимание на визуальные проявления культуры. Чувашина гостей производит приятные впечатления. Душевно. Прямо вот с аэропорта вышел. Теплота не только, климат, а ребят, которые встретили. Двигались по улицам люди, неспешно двигающиеся, улыбающиеся. В этот город хочется приезжать. Культура должна развиваться в соответствии с запросами общества. Молодежь останется в регионе лишь в том случае, если сможет рассчитывать на образование соответствующего уровня и удовлетворение духовных потребностей. Повысить качество просветительских и развлекательных проектов призван нацпроект «Культура». Мы переходим на точные мероприятия с финальными результатами. Мы понимаем срок, когда мы должны достичь этих результатов. И в этом является как раз-таки прорыв применения такой технологии, скажем так, проектного подхода. Экономический эффект культурных событий очевиден. Это увеличение туристического потока, создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций. Наконец, желание высококвалифицированных специалистов работать и жить именно на этой территории. И в этом плане у регионов практически безграничные возможности. Дело лишь за интересными идеями. Очень хочется, чтобы вы нашли те новые точки развития, которые определят ваше будущее на несколько десятилетий поколений вперед. И мы надеемся, что сегодняшнее мероприятие этому поможет. Просто в добрый путь. Елена Гальперина, Павел Иритков, Валерий Ирезюков, Республика.